Здравствуйте, наши уважаемые слушатели! Мы продолжаем наш цикл о продюсерах и записываем нашу вторую передачу. Она будет о Карле Эстраде. Да, о знаменитейшем продюсере-мексиканском, у которой очень-очень много работ и работы которой очень интересны. Поэтому мы решили посвятить ей несколько программ. Итак, Карла Эстрада. Она всю свою карьеру проработала на телевизии. И начинала она в команде Валентина Пимштейна. Она начинала у Пимштейна, но также очень большое влияние на нее оказал знаменитый продюсер Эрнесто Алонсо, так называемый сеньор теленовелла. И это, как мне кажется, очень повлияло на Эстраду, потому что Эрнесто Алонсо был продюсером очень интересным, и у него на самом деле теленовелла достаточно нестандарт. Можно вспомнить его легендарные сериалы «Право на рождение», «Никто кроме тебя» или «Бодес де Одио», так называемые «Свадьбы ненависть», «Де Пура Сангре» и прочее. То есть Эрнесто Алонсо делал теленовеллы достаточно нестандартные для своего времени. И мне кажется, что Карла Эстрада именно у него унаследовала свой стиль узнаваемый. То, что она очень многие свои теленовеллы делала не так, как их принято делать в Мексике. Ну, у Карла Эстрады, по сравнению с остальными мультфинанскими продюсерами, по крайней мере, большинством, у нее теленовеллы достаточно нестандартны, если смотреть в общем. Во-первых, у нее, по сравнению, по крайней мере, с другими мексиканскими продюсерами в теленовеллах, извините, очень мало бреда. По крайней мере, на мой взгляд. Без бреда нельзя. Но другое дело, что когда у тебя в теленовелле бреда, как у Сальвадора Михея и Алекандры, а другое дело, когда этот бред добавляется микроскопическими порциями, чисто чтоб был. И Карла Эстрада относится именно к последней категории. Я начала с корней Карлы Эстрады, сказав, что, в общем-то, учитель у нее тоже был, я имею в виду Эрнеста Алонсо, достаточно такой, хороший дядя, который многому ее научил именно в плане серьезного подхода к работе, а не абы как. И Эрнеста Алонсо, на самом деле, очень интересный продюсер. Надо будет когда-нибудь и насчет него тоже сделать передачу. Начала она делать самостоятельные работы в 1986 году. То есть я еще не родилась, а Эстрада уже первым сериалом Карла Эстрады была теленовелла «Побре Холвинтуд». В буквальном переводе там «Бедная юность, бедная молодость». Это достаточно неизвестная теленовелла, по крайней мере, отрывков оттуда не удалось найти. Но, в общем, теленовелла была молодежной. Она шла в 5 часов в 5-часовом слоте. То есть Карла Эстрада сразу с прайма не начинала, как некоторые продюсеры. Она двигалась в прайм-шашками. И первым шагом была 5-часовая теленовела «Побре Холвинтуд». В главных ролях актеры нам достаточно неизвестны. То есть это Хайма Морена и Габриэла Руэй. Оригинал «Побре Холвинтуд» был написан Карлосом Ромеро. То есть это такой достаточно розовый сценарист. Но по сюжету типичная молодежная теленовелла. Но, тем не менее, она была принята достаточно хорошо. Достаточно хорошие были рейтинги. Но, конечно, событием сериал не стал. Но для первого блина это было хорошо. В общем, комом не вышло. И что самое интересное, стоило закончиться этой первой теленовелле Карла Эстрады, как на следующий же день, в том же самом 5-часовом слоте, началась вторая новелла Карла Эстрады. Это «Побре Синьорита Лемонтур». Бедная Синьорита Лемонтур. То есть тоже теленовелла достаточно розовая. Ну, в общем-то, если знать, что автором теленовеллы была Энесс Родена, которая написала «Незабвенную кошку Лагата». Да-да-да. Можно себе представить уровень розовести данной теленовеллы. Но что мне было интересно, то есть Карла в своей второй теленовелле уже пригласила Голлана из другой страны. То есть она пригласила венециюэльца Виктора Камару на главную роль. Рисковая дама. Она очень рискнула, когда его пригласила, конечно, потому что во вторую работу звать Голлана из другой страны. Эта теленовелла, еще чем примечательно, в ней состоялся дебют Талии. То есть Талия до этого пела и плясала, а тут она сыграла небольшую, но, в общем-то, заметную роль. И, кстати, вот насчет Талии еще поговорим, потому что мнение об ее актерских способностях у меня, мягко говоря, не очень. Но Карла Эстрада сумела. Талию я как актрису не оценю, но если она не играет у Карла Эстрады. Что касается «Побра сеньорита Лемонтур», то это был ремейк венесуэльской теленовеллы. Ремейк прошел достаточно хорошо. У публики пользовался популярностью устойчивой. К сожалению, ее в интернете тоже не найти, поэтому заценить не удалось. Но сюжет там достаточно розовый. Опять же, повторюсь, из-за Инас Родена. Теленовелла прошла, можно сказать, неплохо. Вот, и поэтому предлагаю перейти сразу к теленовелле номер три. Потому что теленовелла номер три для Карла Эстрады стала абсолютно легендарнейшая теленовелла 15-летняя. Потому что в главных ролях в этой теленовелле снялись Талия и Адела Норьего. Причем девочкам было, Аделе было 17 лет, Аталии 16. И они играли двух 15-летних девочек. На самом деле было очень интересно на них смотреть, потому что они там такие молодые, они там очаровательные. И как же мы отвыкли, вот по крайней мере я отвыкла от молодых актеров в ролях своих ровесников. Серьезно, потому что последние сериалы телевизора, когда 40-летние играют 20-летних, сейчас сплошь и рядом, а тут, когда 17-летние, 16-летние девочки играют своих ровесников, и у них 20-летние молодые люди в партнерах, ой, какое-то было счастье посмотреть вообще. Что касается Аделы Норьего, то у нее в 15-летней, в принципе, роль стандартная. То есть она как в 17 лет рыдать начала, так в следующие 20 лет и прорыдала. Ничего не меняет. Ну, кстати, в 15-летней на что надо обратить внимание, так это на Талию, потому что я не знаю, что с ней сделала Карла Эстрада, но смотрелась Талия, между прочим, и очень, и очень ничего. То есть то, что я видела в Розалинде и в трилогии «Марий», это ужас. Но в 15-летней Карла из Талии вынула все, что только можно. То есть Талия сыграла на самом деле хорошо. И еще, что мне кажется, ей помогло, это то, что у нее роль была, ну, не то чтобы очень сложная. По крайней мере, рыдать ей там как на Рейе не пришлось. У нее была достаточно такая заводная героиня, хотя, конечно, у нее тоже, в этой героине тоже судьба была не очень. Пришлось ей там пострадать, но Талия достаточно хорошо с этим справилась. Еще, что ей помогло, вот это было вот очарование юности. Когда эта 16-летняя девочка обаятельная, улыбчивая, класс, мне очень понравилась. И Нарьего там тоже. То есть если бы Нарьего рыдала раза в 4 поменьше, я бы тоже ей комплименты различала. Можно сказать, что Карла Эстрада ее благословила на дальнейший путь. Что касается 15-летней, то новелла была на этот раз, вот Карла Эстрада получила просто мега успех. Новелла шла в 7 часов, рейтинги были очень большие. 15-летняя была первой теленовеллой, за которую Эстрада получила приз ТВНовеллос как за лучший сериал. Ну и разумеется, практически все актеры тоже огребли за этот сериал премии ТВНовеллос. Можно сказать, что это был оригинал, и на 15-летнюю уже сделано несколько ремейков, в том числе самой телевизой. Можно сказать, что вот это было таким настоящим началом Карла Эстрады, потому что я когда смотрела, сериал очень хороший, не люблю молодежные теленовеллы, но это мне понравилось. Это там нет бредятины, и там еще вот черных злодеев нет, и там очень достоверные образы всех. То есть там даже вот тот злодей, который там присутствует один на весь сериал, он такой, он достаточно человечный. То есть там понятно, как он стал. И там, кстати, еще в 15-летней очень интересные линии родителей этих девочек и их ровесников. То есть сериал очень интересный, мне понравился. То есть можно сказать, что Карла Эстрада получила первый мега-успех. Пришел он к ней в 87-м году с теленовалой 15-летней. Итак, теленовалой номер 4 стала «Любовь в тишине. Амор энд Силенсио». Вышла в 88-м году и также была очень-очень успешной. Ну так вот, в главных ролях Эрика Буэнфиль, Артура Пеничи и Амар Фьерро. То есть вся троица там очень молодая. Автором теленовера был Эрик Вон. И у теленоверы очень интересный сюжет. То есть там изначально была история Мариселлы и Фернандо, главных героев. А потом эстрада такой финн сделала. На середине теленоверы она их убивает. И через 20 лет уже начинает действовать их дочка. Которая, соответственно, разбирается, что же с папой, с мамой случилось. К сожалению, сериал нигде не достать. Только отрывки. Но что можно сказать по отрывкам? Что у Карла эстрады это тоже получилось хорошо. И за что ей можно сказать отдельное спасибо? Это за то, что вот как раз эта дочка Анна. Почему «Любовь в тишине»? Потому что у нее любовь случилась с глухонемым молодым человеком. Что мне очень понравилось? Этот глухонемой как был вначале глухонемым, так им до конца и остался. То есть не было никаких врачебных чудес. Когда глухие инвалиды внезапно встают и начинают бегать, ничего этого не было. Как был глухонемой главный герой второй половины сериала, так он им и остался. Молодец, Карла. И единственную фразу, которую этот главный герой так и произносит, разумеется, мысленно, это когда в конце он берет в жены свою Анну. И он мысленно перед оттарем произносит пару слов. Все. Что касается успеха этой теленовеллы, успех был и был очень большой. То есть Карла Эстрада получила вторую свою статуэтку за лучший сериал. Теленовелла шла уже 8 часов. То есть Карла Эстрада уже так приблизилась к прайну. И к тому же получили премию и несколько актеров из этого сериала. Что мне, кстати, не понравилось, а Марфьерро, который сыграл глухонемому главного героя, премию не получил. Я бы дала, потому что, по моему взгляду, он классно сыграл. Теленовелла номер 5 вышла в 90-м году. И она называлась Куанда Джега Эля Мор. То есть Когда приходит любовь. И главных ролях в этой теленовелле снились Лусеру и Амар Хьерро. То есть Лусера тут, опять же, юная. Ей здесь 20 лет. Могла бы я расписывать, какая она там юная, красивая, обаятельная и так далее. Но лучше, конечно, посмотреть, потому что недавно эту теленовеллу выложили. Несмотря на то, что сюжет там достаточно банальный, то есть это не любовь в тишине. Кстати, он мне напомнил хозяйку. Потому что тут тоже у главной героини Лусера есть злобная двоюродная сестра, которая у нее сначала одного жениха уводит, потом пытается увезти второго. Этот сериал тоже был успешен. Я его так посмотрела пунктирчиком. Честно говоря, не очень, но там очень хорошая главная пара. Это Лусера и Амар Хьерро. Эстрада, кстати, это был первый ее сериал, в котором она такую сделала необычную концовку. Это потом станет таким конечком Карла Эстрады, когда у нее в конце такой выверт. И в этом сериале в конце она показала не счастливую главную пару, а в конце она показала злодейку, которая, чтобы этой счастливой главной паре счастье так и подпортить, выбросилась с балкона. И последние кадры, не целующаяся главная пара у алтаря, а торжествующий взгляд этой самой злодейки, направленный на эту главную пару. Мол, вы запомните его свое воссоединение. Не тем, что вы были вместе, а тем, что с балкона выбросилась я. Конченая, конечно, стерва там, эта главная злодейка. Ты ничего не скажешь, но она достаточно эффектная вышла. И, кстати, вот Эстрада, я посмотрела, вот если подводить итог по первым пяти сериалам, то она в основном работала с молодежью, и она вот какое амплуа для этих актеров определила, вот они дальше по жизни с этими ролями и пошли. Все, то есть и Адела Нарьега, и та же самая Лусера, и Амар Хьеро, и Эрика Буэнфиль, и есть еще такая актриса, Наэли Норвин. Она в «Осторожно с англом» главную злодейку играла. Там она была женой героя Уильяма Леви. Ну так вот, она в этой «Куандо Джего Эл-Амор» такую тварь сыграла. В общем, если подводить итог по первым теленовеллам Карла Эстрады, то можно сказать, что вот эти актеры, они как Карла Эстрада им задала, они так и пошли. И, кстати, вот эта актриса, которая сыграла Али Хандру, «Когда приходит любовь», она сыграла злодейку так, что она, наверное, переиграла даже Лусера с ее положительной, но при этом достаточно пресной героиней. Но самый, конечно, офигенный злодей был в 15-летнем, потому что вот этот Себастьян Легарде, как он его сыграл, ну, в общем, на пяти теленовеллах мы заканчиваем. И следующий блок начнем с теленовеллы «Аморда Надьи. Ничья любовь» с Лусеем Мендесом.